видео да и наверное может быть я удалю трансляцию если она будет совсем лагать и перезалью тогда может быть в хорошем каком-то качестве в записи и и отдельным я подубавил музыку вроде сейчас должно быть получше окей да давайте уже приступим и начнем что получится как получится и да сейчас я подрублю еще слайды ну что же вообще термин нарциссизм как вы наверное уже знаете он восходит к такому классическому греческому мифу о нарциссия якобы такой молодом чувачке который влюбился своего отражения в воде что да очень странный такой на самом деле миф и его судьба сложилась таким образом что вот он грубо говоря как сказать угас от такого неудовлетворенного желания и превратился цветок нарцисса и при этом первую такую отсылку на этот миф психологической литературе появилась у некоего хейллока элиса 1800 900 1898 году который вот описал такую некоторую мастурбационную а вот эротическую практику одного из своих пациентов ну вот что интересно да впоследствии фрейд он тоже включил термин нарциссические свои ранее теоретические эссе по психосексуальному развитию и позже он развил идея нарциссизме как таком некоторым особым психологическом процессе и он трактовал нарциссизм как такую некоторую стадию нормального развития которая следует за аутоэротической стадии и в конечном счете перерастает такую некоторую объектную любовь и при этом непостоянные ненадежные родители опекуны в раннем в раннем возрасте ребенком который слишком ценят свое чадо они рассматривались как такие главные препятствия на нарциссической стадии развития и поэтому вот нарциссические личности они считались неспособными формировать какие-то длительные привязанности из-за того что ну как я понимаю из-за того что как раз таки они фиксировались на стадии вот на этой стадии увлеченности собой здесь нужно понимать что очень много на самом деле информации и литературы предлагается в психо динамическом русле но вы все прекрасно знаете что мы не будем зацикливаться на излишне внимание до каким-то предполагаемым неадекватным эмоциональным реакциям матери то есть психоанализе очень много гипотез как раз таки связанных с ответственностью именно матери формирование данного расстройства личности и вообще почему-то психо динамических направлениях это очень хайповое какое-то расстройство я не знаю с чем это может быть связано если вот психоаналитики сейчас смотрят этот эфир либо ролик записи вот можете поделиться в комментариях чем это связано и обусловлено потому что например а в той же гештальтерапии тоже этот подход он как будто бы не знаю как будто бы все гештальтист они поехавшие на нарциссах нарциссы везде нарциссы повсюду и вот не знаю не знаю потому что вот например ко мне еще ни разу нарциссы не записывались на терапию потому что нужно понимать что они в принципе не ходят на терапийку нарциссы очень редко хотят вообще измениться они не читают какие-то книги по самопомощи и нарциссы зачастую винят окружающих своих проблемах этому у вас какие-то трудности и проблемы у меня все ок это тебе надо идти к психологу они мне я мне наплевать там что тебя ты все задевает напрягает я буду заботиться только сама себе но возможно я не исключаю что есть исключение не исключаю что есть исключение и мы будем сегодня говорить что это расстройство но также коморбидно то есть очень часто нарциссы например страдают от депрессии потому что это расстройство личности это социальная дезадаптация зачастую они вынуждены обращаться психологом потому что там партнер решил развестись или там оставить да как то вот нарцисса или например там следствие своих вот этих черт характера появились какие-то трудности на работе и там вас могут уволить поэтому до исключения не есть но я больше буду сегодня ориентироваться скорее на людей которые так или иначе им приходится или приходилось взаимодействовать с нарциссами у меня например есть друг нарцисс но хорошо что он живет в москве он не смотрит мои эфиры да потому что считаю что вообще люди с ментальными расстройствами это какие-то такая отдельная категория людей вот и поэтому как то так окей возвращаемся значит психоанализ он у нас идет там север дойдет на восток там восток да мы с вами мы с остаемся здесь попытаемся очистить это какой-то различные шелухи и рассмотрим через когнитивно поведенческую модель через биопсихо социальную модель данное расстройство поэтому да давайте погнали сейчас почитаю комментарии все-таки как нас слышно как нас сейчас стало видно вроде сейчас норм при нарциссическом расстройстве нет эмпатии да мы сегодня будем говорить что нарциссы у них к сожалению есть такой вот небольшой баг восприятие в отношении с людьми и у них да у них есть дефицит эмпатии нарциссы да что-то делать евгений поносенков а есть знакомые у которой чсв до крыши мне на непонятно временами может ли нрл сочетаться социально тревожным расстройством личность но социально тревожное такого нет но просто с тревожным зависимым да мы сегодня тоже будем говорить какими наиболее чаще встречаются нарциссические расстройства и потому что они могут смешиваться кто-то сегодня по моему писал о том что в мкб нет дамысь в мкб если вы чтобы вы понимали нет расстройств личности нарциссического и в 11 мкб на котором мы в скором времени перейдем там получается все расстройства личности будут смешаны в одно и там будет другая немножко дифференциация не знаю хорошо это или плохо но посмотрим у меня был роман с нарциссом это скоростной вынос мозга через жопу да есть даже такая разновидность нарциссов впервездные нарциссы это когда идет сочетание с антисоциальным расстройством личности и там очень много манипуляции очень много абьюза и причем там отношения похожи на такие эмоциональные качели то есть сначала есть там медовая стадия когда там все хорошо он внимательный интересный а затем начинает жестко бьюзить это тоже встречается у меня начальник с таким расстройством это вам скажу жесть да потому что вот расстройство личности как вы знаете сегодня мы тоже будем говорить она исчерт является то что это часто приводит к социальной дезадаптация но некоторые люди они занимают какие-то высокие должности могут вполне себе компенсироваться но до подчиненным к сожалению очень живется нелегко здравствуйте будет ли запись да все записи сохраняются у меня на канале слышно на выка на ю тубе тормоза запись будет окей отлично двигаемся дальше ну вот смотрите то то есть у нас с 1968 года американская психиатрическая ассоциация она стала использовать понятие нарциссическое расстройство личности и которым в принципе до сих пор обозначает патологическую форму нарциссизма и нужно опять же понимать вот сейчас да я говорил что мы на мкб-11 переходим и там тоже все расстройства личности они будут разделяться на легкие умеренные тяжелые формы соответственно это относится и к артическому расстройству в мкб-10 как я уже говорил нет диагноза нарциссическое расстройство личности поэтому мы сегодня будем в рамках dsm рассматривать это расстройство напомню что расстройство личности такая некоторая устойчивая характеристика поведения человека это некоторая такая особенность самосознание особенность межличностных отношений особенность которая сказывается на межличностных отношениях который обычно возникает в детском юношеском возрасте и вот остается такой некоторой стабильной чертой на протяжении всей жизни и такой вот устойчивый паттерн поведения он к сожалению часто приводит где с дотация человека не может часто приспособиться каким-то вот таким постоянно меняющимся условиям социума то есть еще раз расстройство личности от такие некоторые выраженное и устойчивое нарушение характера поведения которые препятствуют социальной адаптации я думаю что вообще отдельный эфир наверное сделаю что такое расстройство личности что такое акцентуация чтобы многие из вас не путались но вот по старой мне нравится да ганнушкин тотальность расстройство личности проявляется во всех ситуациях то есть во всех ситуациях человек себя ведет одинаково определенным образом то есть ну как мы знаем поведение но во многом как раз таки зависит от ситуации и в зависимости от ситуации меняется наше поведение с друзьями мы можем быть одними людьми с близкими другими да где-то на работе по-другому себя вести если человек расстройство личности он везде во всех ситуациях ведет себя одинаково и это стабильность то есть эти черты сохраняются на протяжении всей жизни ну и вот да это приводит часто к социальной адаптации и поэтому вот до человека с расстройствами личности может быть там поставлен диагноз параноидные истерическая антисоциальная псевно-коммунитивная и так далее но давайте рассмотрим критерии то есть вот она может быть диагностирована на основании следующих критериев то есть данная р.л. проявляется в такой некоторых всеобъемлющий напыщенностью фантазиях поведение а потребностью восторженном отношении недостатком эмпатии как мы сегодня до заметили и вот да то есть нарцисс они могут реагировать на критику гневом у них может возникать чувство стыда или унижения он склонен к эксплуатации манипуляциями межличностных отношениях то есть часто используют других людей для затяжения собственных целей имеет при этом гипертрофированное чувство собственной значимости например он может преувеличивать свои какие-то достижения какие-то свои таланты может ожидать кого-то особого отношения к себе и при этом полагает что его проблемы уникальны и озабочен часто фантазиями на тему какого-то неограниченного успеха власти великолепия что этом завоюю всю планету всех женщин заработаю все деньги ощущает себя имеющим особые права то есть да такая некоторая привилегированность присутствует требует постоянно внимания восхищения недостаток эмпатии вот он даже несколько раз здесь подчеркнуть что проявляется неспособности понимать переживать чувства других и вот да забочен часто чувством зависти но это я взял из 3 классификации dsm потому что 5 она немножко сложновато 3 здесь на такие некоторые основные черты очень простенькие ну вот как я говорил что основной причиной обращения на артистических пациентов за лечением является депрессия то есть потому что факторы способствующие развитию депрессии они как раз таки включают себя зачастую проблемы связанные в отношениях с людьми например разрыв отношений либо неприятности на работе и вот иногда за определенное время накапливаться вот эти некоторые не оправдали не оправдавшиеся какие-то свои грандиозные ожидания и вот туда это может приводить депрессивным состоянием то есть наркотическая такая депрессия она обычно и предполагает такое некоторое несоответствие между ожиданиями фантазиями человека и действительностью и автоматические мысли таких людей они отражают постоянную сосредоточенность на каких-то вот этих нет неправдавшихся ожиданиях незастатках или там низшим положением других людей или там уникальности проблем он такой человек может даже испытывать чувство унижения того что у него депрессия вот поэтому как то так ну и кроме того нарциссизм нередко сочетается другими расстройствами личности но то есть вот я наверное тоже склоняюсь к такому мнению что в чистом виде расстройство личности редко когда вот прям так встречается то есть они могут смешиваться с разными но с нарциссизмом наиболее часто сочетаются гистрионная то есть истерическое расстройство личности антисоциальное диссоциальное расстройство и пограничное расстройство личности про пограничное расстройство личности у меня был как раз таки прошлый эфир кому интересно можете посмотреть и вот как раз таки худший вариант это то что вот так кернберг это очень крутой психоаналитик вот то что он называет таким злокачественным нарциссизм это форма при которой нарциссизм спаян с антисоциальным расстройством личности то есть это люди с дефицитом совести аморальные склонные к обману высокомерные и вот не просто даже манипулирующую людьми а склонная к эксплуатированию этих людей и вот если что-то идет не так они могут мстить то есть это такие очень бесчувственные жестокие агрессивные беспощадная склонные к ненависти к ревности и вот они действительно могут быть опасны совершать убийство и вот да есть фильмец в эту тему американский психопат это вот какая раз тоже там круто показаны вот нарциссические черты и черты антисоциального расстройства личности и да ну вот еще есть чуваки следователь это тоже психоаналитик милан он выделяет амурных нарциссов которые имеют истерические черты для таких людей важны внешние атрибуты соблазнения в заигрывание флирта блеска то есть они потакают своим каким таким телесным желанием они завораживают людей да вот такие брачные аферисты но такие знаете типичные инстателки блин и сейчас просто вспомнил я как-то я как-то на ком-то эфире употребил слово тёлки и столкнулся с какой-то такой вот реакции что на меня посыпались упреки много упреков мою сторону я немножко даже от этого прифигел и да вот сейчас тоже сказал у меня это триггернуло я поясню что это на самом деле в моем употреблении это такой некоторый собирательный и стереотипный образ то есть например своем окружении до каких-то знакомых девушек подруг девушек я никогда не называл и не назову тёлками то есть это такой до стереотипное просто обобщение собирательный стереотипный образ и правда вот мы в инстаграме у меня даже был эфир про instagram то есть сейчас есть такой некоторый культ нарциссизма и большинство девушек они вот имеют расстройство личности нарциссического типа и вот и до гистрионного истерического то есть их вот прям можно да не выходя это все рассматривать ну и в некоторых случаях в мышлении наркотических пациентов могут развиваться так также параноидная тенденция и при этом может даже такая формироваться установка что я против мира и поскольку нарциссические личности воспринимают других людей как завидующих их каким-то особым талант талантом до которые там и поэтому у них тоже да может какая-то враждебность такая формироваться что вот сейчас до них как-то доберутся унизят их и поэтому это тоже может вызывать вот такое расхождение может вызывать у таких людей какой-то гнев и физическую либо вербальную агрессию другим людям которые будут тоже направлены на самозащиту своей самооценки и вот в крайних случаях когда отсутствует возможность проверки вообще реальности то вот параноидные нарциссические личности могут даже вот яростно нападать на людей о которых которых они вот как раз таки расценивать к расценивать как такую угрозу на своему превосходству и вот я наткнулся на такой очень дикий пример на самом деле очень ужасный что вот значит чувак у него позже была диагностирована нрл да давайте кстати буду нрл сокращать потому что нарциссическое расстройство личности очень очень длинное название и вот он тоже перенес ряд стрессов который вот привел таким очень печальным последствиям то есть он был разведен женой при этом он сохранил опекунство над четырьмя своими маленькими детьми и вот при этом у него были проблемы на работе у него возникли финансовые трудности там его там какое-то было там изъятие мебели по моему за неуплату я по ночам он работал днем занимался детьми и и при этом еще у него была немножко странная бывшая жена потому что она несколько раз ему звонила и дразнила его о том что какой у нее сейчас крутой новый парень и бойфренд соответственно этого чувака это все больше и больше задевала он раздражался он беспокоился до том что возможно и вот он до пришел такой мысли о том что возможно жена и ее друг они сговорились украсть детей у него и вот чтобы это предотвратить он значит купил себе пушку и планировал убить бывшую жену и друга и короче он убил всех своих четырех детей чтобы они не достались соответственно жене и ее любовнику затем он убил жену убил ее мать потом он короче прождал этого любовника жены его работы но в итоге он только его ранил и вот после тщательной экспертизы был как раз таки сделан вывод о том что это вот крайний акт такого насилия он прежде всего явился попыткой предотвратить вот такие дальнейшие удары по своему чсв этого мужчины и вот сюда был вызван таким желанием отомстить тем кто его унижал и вот восстановить получать свое такое чувство превосходства и доминирования фух это очень жестко это очень жестко ну что ж давайте будем двигаться дальше почитаю вопросы так ну что блин кстати очень здорово что очень много вопросов сегодня по ходу по ходу до тема актуальная и всех людей с расстройствами именно нарциссов и сразу записываю черный список извините но это самоубийство как лет данное расстройство на выполнение деятельности сильно ли отвлекается человек с данным расстройством о том-то и дело что вот отвлекаться отвлекается это мягко сказано но сейчас мы придем к некоторым может быть примером но потому что у человека до чувства грандиозности что к нему все одолжны что вот он уникальный особые к нему отношения подавать все что он всех умнее может разлиться если ему указывают на ошибки либо вообще их игнорировать это достаточно проблематично у него не не статок эмпатия то есть трудности в общении с коммуникации с другими людьми поэтому это сложно назвать отличением возможно задержку подольше поставить блин кстати да сейчас попробую попробую это пробую это сделать интересно можно походу изменить эту задержку да возможно я как раз настраивал это и блин хотя так что то что то я сейчас не могу настройках найти где выставляется задержка блин да во время трансляции уже нельзя поменять задержку но скорее всего это я да намутил и поэтому сейчас лагает потому что я вообще а по моему то ли убрал эту задержку то ли еще что то в общем не суть у друга одного вроде нрл но он иногда говорит что у него есть эмпатия на победе не скажет он врет получается да на самом деле нет не нужно под одну какую-то гребенку всех засовывать то есть опять же выраженность этих нрл может быть разная мы сегодня как раз говорили о том что это может быть легкая степень выраженности средняя тяжелая и если это легкая степень то разумеется эмпатия то может присутствовать человек такой может вполне себе ничем особо не выделяться не страдать от этого ну что тут 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 фильм грязь тоже про нарцисса психопата да да ну что эфир да он эфир будет запись сохраниться вы также можете по сути у нас есть еще донаты так вот есть какие-то вопросы или если вы хотите поддержать проект поэтому тоже активно этому призываю да к сожалению нельзя поставить задержку изменить во время уже ладно окей ну следующий раз будем иметь ввиду давайте будем двигаться дальше ну вот до следующий момент это отношение с окружающими людьми то есть нужно понимать что наркотические люди они склонны к манипуляции то есть если они при этом не получает того что дает им такое наполнение его восхищение со стороны других людей они начинают выжимать в том числе и обратную связь путем манипуляции они правда хотят чтобы другие ими искренне восхищались да и поэтому ну при этом как вы понимаете нельзя просто там привязать собеседник и сказать там давай восхваляй меня боготвори поклоняйся мне то есть здесь нужны какие-то такие очень манипулировать очень тонко при этом люди с нарциссизмом часто завидуют другим считаю что все могут получить больше и при этом они постоянно чувствуют дефицит чего-либо то есть зависть зачастую разрушает их отношения и а при этом как правило первое впечатление человека с таким вот аномальным наркотическим личным типом это восхищение потому что эти люди они очень много делают чтобы впечатлить они хорошо одеваются они хорошо выглядят у них красивая речь вся их по сути сама презентация она тоже направлена на том чтобы окружающие люди ими восхищались и обычно люди ими восхищаются но если вы очень продолжительное количество времени и тесно как-то общаетесь с этим человеком то со временем начинает конечно же чувствуется что что-то идет не так то есть они похожи на такой шоколадный торт то есть сначала сладко вкусно но если этого много то это уже чересчур и даже вредно для здоровья вот советую сериал ганнибал с матцем миккельсоном он круто сыграл как раз таки вот крутого нарцисса с антисоциальным расстройством личности снова вот это жуткая комбо то есть вот это тоже такой некоторый некоторый пример но вот если говорить про дальше до статистику и диагностику нарциссизма то статистика это всегда такая вещь когда ее очень сложно собирать как-то интерпретировать потому что даже люди которые отвечают всем критериям вот которые описаны психиатрических руководствах которые сегодня мы с вами рассмотрели они могут не попасть в поле зрения специалиста потому что у них нет дезодатации иногда они становятся адаптивными компенсируется в определенном кругу то есть например если такие люди попадают властные структуры на руководящие должности то при всей своей патологичности так скажем они могут там удерживаться очень долго порой даже всю жизнь и вот они как раз таки к сожалению не столько страдают сами сколько заставляет страдать других людей вот кто-то сегодня писал код начальник с нарциссическим расстройством но это жестко это жестко я вам не завидую но данный на самом деле статистически противоречивы то есть в некоторых областях мира она может не встречаться вообще в других там регионах насчитывается до 10 процентов но в среднем это фиксируется на 6 процентах и вот такая принятая статистическая процент это один до 1 процент среди всей популяции вот и нужно понимать что при этом у нрл биологических корней как таковых нет в отличие например от шизоидного расстройства личности до биологическое заболевание многом условно генетически и считается что нарциссизм это по большей части психологический феномен потому что он складывается зачастую под влиянием неблагоприятных социально-психологических условий начиная от каких-то узкосемейных отношений со своими родителями с близкими и заканчивая какими-то макрокультурными макросоциальными факторами ну вот опять же в западе западной европейской культуре это все поощряется будь успешным будь крутым будь конкурентоспособным самореализация и так далее да чтобы там быть счастливым нужно обладать атрибутами успеха имеет там квартиру машину крутой мобильный телефон костюм да там заниматься бизнесом удачный брак так далее что касается нейрофизиологических исследований то здесь тоже мало информации и они тоже такое противоречивые данные показывают то есть у пациентов с нрл возможна функциональная дефицитарность лобных долей мозга некоторых подкорковых структур то есть у них снижен контроль и вот наблюдается такие некоторые эффективные эмоциональные спады ну здесь нужно понять что вот такой нейрофизиологический профиль дисфункции характерен для многих расстройств личности поэтому вот какой-то специфики здесь пока что найти не удается ну и давайте перейдем наконец-то к теориям моделям и вот например до рассмотрим начнем с теории социального научения привет альберт бандура и вот милан он сосредотачивал свой оценок на такой в первую очередь чрезмерной оценки ребенка своими родителями то есть когда родители таким вот образом реагирует на ребенка это способствует чрезмерному развитию у ребенка чувство собственной ценности и вот внутренний образ я ребенка его я концепция она может разрастаться до очень большой степени до такой что он не может найти себе подтверждение во внешней реальности и собственно вот этот интер психический конфликт возникает противоречие например можете посмотреть мой эфир самооценка джокера небольшой короткий ролик я там тоже говорю что такое интер психический конфликт как-то выглядит то есть идет такое противоречие расхождение с с я реальным я идеальным которая сформировалась вследствие оценок близких родственников и вот такой гипертрофированный образ я является основой для развития наркотического стиля личности вот поэтому родители они играют такую существенную роль и не только мать да как психоанализе но их воздействие связано с информацией которые они дают ребенку непосредственно через обратную связь через моделирование подражания если вот рассмотреть когнитивную теорию она может тоже распространять теорию социального учения на нарциссизм и при этом используя понятие когнитивной триады которая была сформулирована бэком и вот здесь получается кптш на модель она исходит из того что нрл развивается в результате вот такой комбинации дисфункциональных схем себя мира в целом и будущего то есть вот основа этих когнитивных схем она закладывается ну когнитивная схема вы сейчас можете видеть на слайде что она из себя представляет как выглядит как дает такие некоторые убеждения установки у людей и но здесь как раз с практическим расстройством личности показано и вот основу этих схем она зачастую закладывается в раннем возрасте так как мы уже выяснили в результате таких каких-то прямых или косвенных воздействий со стороны родителей там и просто значимых людей в целом а также переживаний способствующих формированию убеждения собственной уникальности собственной значимости ну и таким совокупным результатом этих влияний является множество искаженных убеждений которые трудно преодолимые крайне активны при этом то есть наркотические личности они рассматривают себя как особенных исключительных имеющих право претендовать на особое какое-то отношение они ожидают восхищения уважения одобрения со стороны других и вот их ожидания относительно будущего они сосредоточены на реализации таких грандиозных фантазии но в то же время им заметно не застает убеждение относительно важности чувств других людей и вот на их поведение отвечая на вопрос сегодня тоже задавали оказывает влияние недостаток сотрудничества социального взаимодействия при этом у них выражен как недостаток так и избыток требований к окружающим и вот иногда да и агрессивное поведение в том числе тоже до этого доходит да у кого лагает на ю тубе можете смотреть в контакте потому что вот на ю тубе сегодня немножко жестко смотрится но давайте пойдем дальше вот есть рассматривать источники наркотизма факторы то здесь вот чувство такой когнитивной схемы грандиозность избранности привилегированности они развиваются тремя разными путями и вот первые из них это плохое воспитание и слабые границы заданные родителями то есть вот слабые границы такой самый очевидный источник нарциссизма то есть родители они не могут приучить детей к дисциплине и контролю всяческих балуют или там потакают им различными способами то есть например да и вот избалованность детям дают все что они захотят когда хотят это могут быть вещи какие-то поблажки то есть начинает ребенок больше контролирует родителей но это импульсивность то есть детей не учат терпению их не заставляет брать на себя ответственность выполнять какие-то положенные задачи будь то обязанности по дому или школьные домашние задания то есть родители дает ребенку возможность быть безответственным при этом не ощущая неприятных последствий ну вот обсуждая границы здесь подразумевается некоторые такие разумные просто правила и последствия их нарушения то есть таких детей в детстве были слабые родительские ограничения и вот в каком-то смысле родители вырастили их таким вот избранными то есть вот такие дети могут расти в атмосфере свободы все дозволенности где всячески потакали баловали их и они просто не узнали что такое разумное ограничение и при этом часто мы вот рассмотрели до теорию социального научения обычно родители служат таким некоторыми образцами поведения включающие самоконтроль самодисциплину и поэтому сами родители лишенные контроля производит на свет не имеющих контроля детей и поэтому когда родители не могут себя контролировать они вряд ли будут контролировать своих детей то есть вот наоборот наблюдая то это наблюдение вид векарного научения наблюдая родительский самоконтроль мы учимся держать себя в руках и вот когда родители устанавливают ясные надежные разумные ограничения мы учимся сами применять их себе но второй источник это зависимость от потыкания то есть здесь проблема кроется в родителях тоже которые излишне потыкают своим детям и в этом случае дети просто становятся от них зависимыми то есть это такая некоторая разновидность гиперопеки жесткой родители берут на себя поведневные заботы решения какие-то трудные задачи ну и соответственно ребенку так легко начинают житься что он начинает постоянно требовать такой опеки при этом не давай ничего взамен ну и третий источник это гиперкомпенсация есть компенсаторные нарциссы которые на самом деле чувствуют свою неполноценность это даже вот насколько понимаю большинство как раз таки вот по этому принципу формируется нарциссизм то есть у таких людей на самом деле очень низкая самооценка и стремясь ее повысить они выстраиваются поведение так чтобы оказываться центре внимания быть предметом восхищения то есть зачастую нарциссов нестабильная самооценка это очень уверенные себя люди хотя они мастерски могут казаться какими-то супер уверенными классными то есть это такая форма то есть вот такое нарциссическое поведение это форма гиперкомпенсации своих вот как раз таки не адаптивных когнитивных схем например да там схемы неполноценности дефективности эмоциональной депривированности схемы социального отчуждения то есть с помощью этого такие люди справляются да с какими-то трудностями переживаниями с которыми не справлялись действия их так возможно обманывали как-то лишали чего-то существенно родители были равнодушными или например 10 такие люди были лишены материальных каких-то благ вокруг там жили какие-то обеспеченные люди и поэтому возрастом возрасте да вот схема избранности грандиозности такой нарциссическая она могла быть инструментом адаптации способом вообще выжить когда такие люди были маленькими она правда могла такое поведение спасать от одиночества от недостатка любви заботы внимания или давать там выход из материальной депривации но проблема в том что возрастом возрасте эти схемы не актуальны то есть такие люди они боятся снова чего-то лишиться постоянно или быть обманутыми поэтому они это как раз таки гипер компенсировали тем что стали такими требовательными самоблюбленными контролирующими то то есть вот короче человек который чувствует себя неполноценным или социально отвергнутым он таким образом может компенсировать это нарциссическими чертами да то есть если вот глубине души такой человек считает что я хуже других дата он может это гипер компенсировать вот это чувство и переживания говоря себе что нет я особенный я лучше и так далее так давайте еще по отвечаю на вопросы окей эфир да он сохранится что начнет нестаток эмпатии но эмпатии это по сути процесс эмоционального сопереживания и насколько я помню там есть два процесса это идентификация когда я начинаю сравнивать себя с другим с другим человеком и ставить на его место да и такая некоторая рефлексия по поводу того как другой человек меня воспринимает да и такой некоторый взаимообусловленный процесс коммуникации происходит это перцептивная сторона общения если по андреевой рассматривать ну вот так возьми добрый вечер как общаться с начальником нарциссом это жестко это вот да мне кажется что здесь вопрос интересный вопрос интересный ну сразу скажу что вам очень сильно не повезло потому что да мы сейчас уже думаю у нас сложилась картинка что из себя представляет люди с нрл поэтому мне кажется здесь куда стоит как раз таки делать акцент на вот его эти схемы да на его потребности да то есть наоборот да как-то подкреплять его нарциссизм до делать акцент какие-то делать комплименты а говорить что он класс начальник все разруливает очень круто выстраивать делегирует какие-то моменты ну то есть вот таким вот образом пытаться адаптироваться а то есть здесь мне кажется трудность как раз таки в том что подчиненные должны вот это терпеть и при этом наверное самое главное это на свой счет не принимать да потому что он же может очень дико это все перерастать в моббинг да в какой-то некоторые в травлю мне кажется что это вполне себе такой допустимый сценарий и поэтому если у вас такой начальник критикуют да как-то вот повышает голос ругается еще там что-то то не стоит на свой счет это брать да нужно понимать что у человека расстройство личности но хотя мне кажется вполне себе допустимым возможно и но смотря да насколько выражена степень вот этого нарциссизма там легкая средняя тяжелая возможно есть резон и выстроить границы да то есть через обратную связь давайте понять что все таки он немножко борщи борщит например когда он повышает голос надо либо как-то критикуют в адрес да то есть как-то вот это проговаривать и говорить что он да немножко перегибает палку о том что давайте как-то сохраняет субординацию приведите приведи пожалуйста пару примеров известных людей с нрл мне видимо не встречались в жизни такие а поносенков нарцисс или просто тролль но я думаю что тот то сегодня внимательный он увидел некоторую пасхалочку махи презентации сегодняшний поносенков он мне кажется у него да есть нарциссизм причем он такой да как будто бы христи христи мать иной христи мать иной а это очень забавная недавно что картины какой-то ролик с ним где он у красной площади стоял и блин там какие-то с ним стояли бабки какие-то тетки какие-то мужики его значит что-то рассказывал какую-то хренатень потом значит спел какую-то песню ему значит все похлопали поаплодировали и вот просто нужно это было и физически сколько от этого кайфовал получал удовольствие то есть это вот прям не знаю христи автоматийный такой пример нарциссического расстройства да я работаю в инвизированной структуре можно расследить солдаты ставить тебя слушать пусть только попробует не восхищаться ну да это мне кажется если военной структуре сфере попадется чувак с нарциссическим расстройством личности это это блин может вообще каким-то печальными последствиями обернуться ну что я вот лезть не люблю человек в 90 процентах случаев не на то обратить внимание сможет сделать мне приятно не понял к чему это меня бесит это гиперопека вот прям согласен безотцовщина и молодая мама и пипец но почему пипец я кстати недавно читал какое-то исследование что на самом деле вообще никак не сказывается на воспитании то что ребенок воспитывается одним родителям мне кажется вообще это распространенная тема вот особенно да там дети из прошлого да там те же наши родители какие-то мне кажется то распространенная тема и там дети с 90 мне кажется очень большой был такой бум и все зависит от особенности воспитания да вот не не от каких таких вот факторов как понять если ты нацисс или нет блин я же хотел да я хотел провести сегодня методику с вами со всеми и я про это совсем забыл черт окей давайте сейчас я попробую быстро это все сообразить блин да давайте попробуем сейчас такую провести 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 мини диагностику сейчас секундочку да в общем я предлагаю сразу тогда например вы можете писать в чате к либо взять например тетрадь например взять и ручку да и например сейчас мы с вами проведем небольшую такую небольшую диагностику да так сейчас секунду смотрите да всего будет это такая очень быстро будет всего лишь 10 вопросов и что вам нужно вам нужно написать степень согласия в баллах один балл я буду говорить высказывание да и вы должны вот поставить один совершенно не обо мне два в основном неверно третье скорее верно чем неверном 4 верно в небольшой степени цифра 5 в основном верно 6 идеально писать меня то есть я буду сейчас зачитывать утверждение некоторые и вы должны написать степень своего согласия затем нужно будет посчитать сумму этих баллов ничего сложного и потом можете кстати в чате писать да там 2 плюс 3 плюс 4 плюс 5 плюс 6 плюс 7 да и потом мы с вами посмотрим сколько у нас нарциссов сегодня на эфире присутствует всем понятна инструкция я думаю что да давайте давайте начнем и значит значит да проходим мини диагностику такой некоторый скрининг тест небольшой значит первое утверждение мне трудно принять отказ то есть если вам вот смотрите на критерий оценки если вам это совершенно не о вас что да там вам легко это сделать то вы пишите 1 если вам действительно трудно принимать отказ это идеально вас описывает это так то тогда ставим цифру 6 идем дальше второе утверждение я злюсь когда не получаю желаемого третий вопрос я особенный и мне не надо подчиняться обычным ограничением 3 то есть я особенный и мне не надо подчиняться обычным ограничением четвертое утверждение я ставлю свои нужды на первое место четвертое утверждение я ставлю свои нужды на первое место 5 утверждение мне очень трудно заставить себя бросить пить курить переедать или иначе скорректировать свое поведение мне очень трудно заставить себя бросить пить курить переедать или иначе скорректировать свое поведение 6 утверждение я не могу заставить себя делать скучную или рутинную работу я не могу заставить себя делать скучную ли рутинную работу седьмое утверждение я действую импульсивно и потом испытываю проблемы из-за своих эмоций 7 утверждения я действую импульсивно и потом испытываю проблемы из-за своих эмоций 8 8 утверждение если я не могу достичь цели я легко раздражаюсь и сдаюсь если я не могу достичь цели то я легко раздражаюсь и сдаюсь 9 утверждение я требую чтобы люди поступали так как я хочу я требую чтобы люди поступали так как я хочу и наконец 10 вопрос мне трудно отказаться от мгновенного вознаграждения чтобы достичь долгосрочной цели 10 последнее утверждение мне трудно отказаться от мгновенного вознаграждения чтобы достичь долгосрочной цели давайте сейчас попробуем почитать сумму баллов сложите вместе оценки пунктов от 1 до 10 которые мы сейчас были и да сейчас давайте посмотрим у кого сколько получилось давайте скорее 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 присылайте скидывайте отправляйте информацию у кого сколько вышло баллов это небольшой такой скринговый тест и значит смотрите да какой момент 1019 это очень низкий низкая выраженность черты но скорее всего это вам вообще никак не относится нарциссизм и вы это вот да даже и близко не лежало если у вас от 20 до 29 то это тоже такое довольно ниже среднего то есть по сути у вас эта черта проявляется наркотическая лишь изредка если 30 39 это уже средний средняя выраженность то есть это ну по сути может быть проблемой вашей жизни 40 49 баллов это точно это высокий уровень выраженности да то есть у вас присутствует наркотическое расстройство и 50 60 очень высокий да то есть это прям уже высокие наверняка 2739 но смотрите да здесь нужно понимать что это я не берусь утверждать насколько эта методика надежная валидная а я ее вообще взял из да получается из блин у меня вообще показывает что трансляция упала блин ну вот мы и приехали блин ну походу я скорее всего до удалю эту трансляцию попробую сегодня перезалить ее просто извиняюсь за свой интернет да и я не берусь утверждать что это на лет инвалидная надежная методика но но какой такой момент есть то чтобы там о чем-то задуматься но опять же очень сильно очень сильно да не нужно вот эти результаты на себя проецировать но это просто такой интерактивный скорее моменте в нашем сегодняшнем стриме окей еще значит вопрос да вот как понять нарцисс ты или нет но сейчас мы провелись окей давайте тогда продолжим да сейчас мы с вами перенесемся ну вот у нас осталось до буквально такая финишная прямая мы с вами рассмотрим скорее что с этим делать и как это фиксится да то есть некоторая такая терапия потому что а лечебное вмешательство как правило будут направлены во-первых на увеличение ответственности за свое поведение уменьшение когнитивных искажений и каких-то дисфункциональных эмоций и формирование новых установок новых убеждений то есть например более такие конкретные долговременные цели могут включать поведение которое является адекватным чувством других например какое-то более учтивое поведение более дадутся сопереживательное такое например сотрудничество с другими участие в работе более разумные ожидания связаны с другими людьми больший контроль какой-то над привычками и настроениями и более точной оценки себя до в которых признается сходство между собой другими то есть вот вообще полезно подбирать такие клинические стратегии в соответствии с тремя главными компонентами нарциссизма то есть это чувство грандиозности гиперсензитивность чувствительность гиперсензитивность к оценкам других людей да то есть чувствительность к ценам других людей и недостаток эмпатии вот что касается чувство грандиозности то акцент может быть сделан на использовании когнитивных методов вот в целях коррекции искаженного представления таких людей о себе на контроле над связанными с ними какими-то такими крайними эмоциями на вот и при этом вот как пишут в протоколах убеждения пациента в том что они особенные обычно трудно различима и вот тоже имеет такую некоторую тенденцию колебаться между крайне положительной и крайне отрицательной оценками то есть они автоматически сравнивают себя с другими и склонны преувеличивать свое превосходство и уникальность да или наоборот свою неполноценность но и другая распространенная ошибка которая тоже вносит вклад во формирование чувства грандиозности избранности это когнитивное искажение принципу все или ничего да то есть вот в результате такого дуалистического мышления нарциссические личности они считают себя либо удивительно превосходящими других либо полностью никчемными и вот коррекция этой формы мышления она может помочь ограничить чувство собственной значимости а вот другая адаптивная альтернатива состоит в том чтобы пациенты сравнивали себя друг с другом или находили какие-то общие особенности в их представлении о себе и о других ну то есть вот формировали такие некоторые альтернативное убеждение которые вот представлены на слайде на то есть быть проще обычно вещи могут быть очень приятны да может быть выгодно как-то играть взаимодействовать в команде в коллективе ничего страшного если я там чем-то похож на других людей у нас есть что-то общее да вместо того чтобы стараться быть лучшим у других людей тоже есть свои потребности какие-то свои мнения которые тоже могут иметь значение коллеги они тоже могут быть полезны не только составлять культ конкуренцию обратная связь тоже может быть полезной да не только как будто бы мне там пытается меня как-то задеть и унизить да и там в этой жизни мне никто ничего не должен разумеется ну то есть такие некоторые адаптивные убеждения так что нестатки есть абсолютно у каждого каждый по-своему особенный да и поэтому формируем такие более адаптивные убеждения и установки ну что же да давайте тогда будем завершать нашу сегодняшнюю встречу я думаю что сейчас я попробую вообще типа попробую удалить вот это наверное никчемную трансляцию из-за этого дурацкого интернета который у меня до возник и попробую перезалить это все я еще раз извиняюсь за то что данной ютубе у нас сегодня все накрылось думаю что было интересно надеюсь что было вам полезно это все те кто первый раз смотрят оказались на этом канале в группе я призываю подписаться на youtube канале обещаю что следующий раз да я завтра скорее всего позвоню своим провайдером уточню что это за фигня было это в моем оборудовании либо у них там что-то на станции какие-то проблемы возникли но тем не менее призываю вас подписаться на мой канал я очень хочу добить до 2000 подписчиков до конца нового года поэтому очень буду признателен спасибо за вашу сегодняшнюю включенности активность прям сегодня было очень насыщенно интересно ну и поэтому до новых встреч увидимся с вами в следующую неделю у меня пока что нет так какого-то представления каких расстройствах личностях еще рассказывать поэтому если у вас есть какие-то свои пожелания то я буду только до этому рад если вы будете этим делиться либо может быть сюда вы можете добавляться в друзья свои какие-то предложения скидывать о чем бы вы хотели чтобы я тоже рассказал о чем поговорил ну что давайте тогда на этом завершим нашу сегодняшнюю встречу и всем всем до встречи всем пока пока